Йоу! Привет, ребятосы, с вами как всегда Штором. И что для вас один ларец? Ну да, это какой-то пустяк, с него ты вряд ли что-то выбьешь. А что вот для вас уже 100 ларцов? Ну да, шансы есть, но очень мизерные. А что тогда 1000 ларцов? Ну это уже огромный такой потенциал, и уже есть немного побольше шансов что-то выбить. А что такое 100 тысяч ларцов? А вот это уже никто не знает. Сколько всего можно выбить со 100 тысяч ларцов? И возможно ли окупиться вообще? Я провел все поиски на ютубе и не нашел ни одного человека, который бы открыл в одном ролике 100 тысяч ларцов. И я подумал бы, а почему бы мне не поставить цель достичь 100 тысяч ларцов с полного нуля? И открыть их всех. 100 тысяч ларцов. Вы понимаете, сколько это денег? Сколько это усилий? И блин, я думаю, это будет круто. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да, как вы понимаете, я запускаю совершенно новый путь, которого я еще не видел ни одного ютубера в Сампе. А именно путь к 100 тысячам ларцам. На Аризон РП шоу лоу. Звучит масштабно. Да, еще путь от игрока казино до владельца, парни. Не бойтесь, я его не прекращаю. Он просто становится на паузу. Я решил немного отдохнуть от тематики казино и немножко попробовать поснимать и протестить вот этот вот путь. Поэтому, если вы хотите, чтобы я продолжал именно этот путь, то ставьте лайки и пишите в комментариях, хочу продолжения. Давайте еще в честь этого пути разыграем для вас 10 миллионов на абсолютно любом сервере Аризоны. Просто подпишитесь на канал, поставь лайк и напиши любые крутые интересные комментарии по теме ролика. Ну что, и так сильно затянул, а мы полетели. Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать. Итак, для начала я зарегистрировал новый аккаунт. При регистрации я, конечно же, ввел ник OGStorm, который даст мне куча плюшечек на шоу лоу. Парни, не забывайте, если вы реагаетесь на шоу лоу, вводите именно этот ник. Выбрал себе самый интересный скин, который был. Ну да. Ну и, блин, я не хочу сразу начинать проходить квесты, как бы так начинаются почти все пути. Поэтому я просто сгонял в мэрию, получил паспорт и дальше решил побежать куда-то подзаработать себе капусточки. По пути я бежал через хэллоуинскую зомби-зону и даже подсобирал себе осколочек. Но когда я подсобирал уже второй осколочек, меня застрелил какой-то тип. Да. Блядь. Ты охуел? Да капец, только начал путь, а я уже труп. О, у меня еще и бухлишка в руках появилась. Ништяк. Так, опять я бегу на работку и опять нашел еще один осколочек. Неплохо. Бежим, парни, дальше. Потом как-то заскочим туда, потому что ларцы нам сейчас нужны. И вы прикиньте, вот я сейчас добуду там пару ларцов хэллоуина, а потом, когда я закончу этот путь, я буду открывать ларцы. И вот эти ларцы хэллоуина у меня до сих пор будут. Вы понимаете это? Ну, я думаю, вы нифига не понимаете. Итак, наконец-то я добежал до фермы, и давайте сейчас зайдем и переоденемся. Это личная ферма, и сейчас я хочу позаработать хоть какой-то себе небольшой капитальчик. Ну что, погнали работать. Проработал я здесь довольно неплохо. Заработал я 550 тысяч, и еще плюс пейдэйчик. Ништяк. Кстати, вот какое-то мероприятие паркур, давайте на него залетим. Хм, ну как я понимаю, здесь нам нужно паркурить. Ну что, парни, погнали. Ту-дунс, ту-ду-дунс, 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 ту-ду-дунс. Оп-оп-оп-оп, и я прошел паркурчик. Ништяк, парни. Правда, за него нам ничего не дали, ну конечно, но все равно мы прошли паркурчик. Вот, кстати, администраторы. Приветчик вам. Итак, ну что, я перезашел, и давайте сдадим, кстати, наш квест с паспортом, который мы прошли, и возьмем второй квестик. Все-таки квестики нам тоже нужно пройти, ну прям все квестики в первой серии проходить. Ну скажите, это правда какой-то трэш. Ну да, опять нету таксистов, и я опять побежал через зомби-зону, чтобы добежать до фермы. Кстати, вот еще осколочки. Ништяк, осколочки мне нужны. Отдай Саву! Кому кажу Саву отдай! Нет! У меня там кусочек лишился! Так, парни, вот я бегу, и здесь вот какой-то таксистик. Давайте попросим его отвезти нас на ферму. Ну да, и куда ты едешь? Просто какой-то чувак непонятный. Спавн бичей. Да я просил тебя на ферму, отвези меня на ферму. Вот еще один чувак сел и кричит на ферму, но он почему-то нас везет к мэрии. Ну да, какой-то не такой таксистик. Ты глупый или что-то? Фух, с упорными силами я все-таки добрался до фермы, поэтому, парни, начинаем работу, устроиться и начать работу, переодеваемся. И сейчас мы быстренько подзаработаем здесь, ну, точнее, мы здесь ничего не подзаработаем, мы просто пройдем этот квест. Ну окей, погнали. А, так, я перезашел опять, и почему я в текстурах? Ну все, нормально, нормально, парни. Сдаем этот квестик, и он выполнен у нас. Ништяк. Ну и возьмем еще один квест, нужно разгрузить вагон. Я просто хочу уже вкачать второй уровень, чтобы я мог брать мопедик и поехать в зомби-зону и там собирать ларцы. Итак, я на грузчиках, переодеваемся, фигачим вот эту вот мусорку, чтобы можно было нормально пробегать. Блядь, ну ты попс, конечно, блядь. Попуск! Попуск! Ты вообще, ебать, играть не умеешь, чтобы бот кончил. Лайфхак, парни, для вас. И начинаем здесь работать. Все, наконец-то я качнул второй уровень. Ништяк. Еще два за коинца получил. И теперь мы можем пользоваться мопедиком. И я лечу в зомби-зону, чтобы собирать осколочки. Погнали! Итак, я в зомби-зоне. И вот сразу осколочки начинаем собирать. Не знаю, сколько я здесь проработаю. Вроде бы до полночи они будут еще спавниться. То есть у меня есть 15 минут. И посмотрим, сколько я заработаю за эти 15 минут этих осколочков. Ну, возможно, еще будут спавниться. Просто я не шарю, парни. Ну окей, погнали работать. Ну, короче, парни, проработал я до 20 минут спавнились осколочки. Заработал я 68 этих осколочков. Давайте их всех обменяем и посмотрим, сколько ларцов Хэллоуина мы с вами получим. Итак, ну что, парни, 9 ларцов Хэллоуина. Ну, неплохо, парни. И я их продавать не буду, конечно же, потому что мы копим 100 тысяч ларцов. И еще у нас есть два вот таких амулета. Зловещая монета, 8 монет Хэллоуина. Ну и неплохо, я думаю, за 40 минут. Я примчал в автошколу, чтобы получить права. Права на авто. Я сдал на права на авто. И пока я сдавал, опять какой-то, какой-то черт ко мне подбежал. Начал меня лупить, парни. А, а, спасаемся, спасаемся от ненормального. Я даже не знал, что это кору. Вообще пиздается. Фух, повезло, повезло. Мы сдали. Мы сдали на права. А, я что-то думал, что сейчас у меня опять бомбанет. Ну, ничего. И еще сдал на мото права. Неплохо. Так, я сдаю этот квестик. И все, все. Квестовый персонаж, до тебя пока что в этой серичке я больше не буду подходить. Потому что какой-то ты у нас ненормальный. Хорошо. Я приехал на респубалос. Но оказалось, чтобы вступить в банду, нужен третий уровень. А у меня пока что только второй. Мне пришла гениальная идея отправиться на центральный рынок. И понакупать здесь бронзовых рулеток. Чтобы повыбивать экспи. Чтобы вступить в банду. Ну, чё. Погнали, парни. Также я продал там свои ресурсики. Которые я пособирал в зомби зоне. И понакупал эти вот бронзовые рулеточки. Итого, парни, я накупил 41 бронзовую рулеточку. И давайте сейчас будем их крутить. Нам нужна экспа. Ну, и машинка была бы тоже неплохо. Для первой серийки нам машиночка нужна. Погнали крутить. Чаще всего мне падало какое-то дерьмище. То ли это таблетки адреналина. То ли это котики. Либо материалы. Но всё-таки подарочки. И талоны мне тоже падали. Ну, и XP тоже неплохо. Итого, парни, я прокрутил все свои бронзовые рулеточки. Выбил 6 XP. Давайте их обменяем. Так, третий уровень мы не вкачали. Давайте посмотрим нашу статистику. У нас 2 XP не хватает. Капец. Давайте, кстати, вот сейчас всё, что я выбил, продадим на CR. И накупим ещё бронзовых рулеточек. И добьём уже эти 2 XP. И поедем вступим в банду. Так, понакупил я ещё бронзовых рулеточек. И давайте сейчас будем опять их крутить. И я надеюсь, что сейчас нам всё-таки выпадет XP. Я купил 18 бронзовых рулеточек. Ну, погнали крутить. И оп, XP, раз. Хорошо, отлично. Давай нам ещё один разочек. XP, пожалуйста. Что? Сертификат вуду. Машина, парни. Машина. Нифига себе. Ну, и давайте ещё крутанём одну. И нам нужно ещё одну XP. Давай, пожалуйста, давай с этого прокрутим XP. И да, XP. Отлично, парни. Вот эти 15 рулеточек пока что оставим. Не будем их крутить. Ну, и, конечно, когда я только качнул третий уровень, сейчас замовых лидеров нету вообще в сети. Да, не повезло, не повезло. Так, парни, зашёл я уже на следующий день. Я проснулся. Я решил съездить на автобазар, чтобы заюзать свою машиночку. Но прибежав, оказалось, что нужно заселиться в отеле. А чтобы заселиться в отеле, нужно 50 тысяч. А у меня только 44 тысячи. Я обменял свои два The Coins, которые получил. И у меня 44 тысячи. Ну да, да. Где нам достать ещё 6 тысяч? Я решил прокрутить оставшиеся бронзовые рулеточки. Ну, деньги так мне с них не выпало. Но зато, парни, мне дропнулась вторая машина. Но это какой-то говновоз, парни. Поэтому, я думаю, я его в гос солью просто. Но неплохо. Как бы в первой серийке уже две машины выбили с рулеточки. Вот это, я думаю, везучий аккаунт у нас. Я на это надеюсь, парни. Мунбен. Тупо. Спунлайо. Мунлайо, а не машина. Ну, а эти 6 тысяч я просто прибежал на автобазар. И попросил у первого встречного, который послал меня нафиг. Ну, вот второй встречный. Гуард. Спасибо тебе большое. Дал мне целых 10 тысяч. Ну, я извиняюсь за попрошайся, парни. Больше такого не будет. Просто бежать на ферму 100 тысяч километров ради 6 тысяч я как бы не хотел. А вот на автобазарике быстренько попрошайничал и заработал эти 6 тысяч. Первый и последний раз, парни, так делал. Первый и последний раз. Так, ну что, пришло время заюзать нашу машинку. Для начала заюзаем вот эту вот спунлайо-мунлайо и сольем ее в гостик давайте. Так, плюс 280 тысяч за нее получаем. Ну и вот наша первая машиночка. Вуду. Да, вот она красоточка. Ну, давайте ее припаркуем сразу же вот здесь вот на Сан-Фьерро паркинге. И купим баллончик. Баллончик 30 тысяч, парни, чтобы перекрасить машину. Это трэш. Почему? А, походу, уже нельзя красить из баллончика машину или что, парни? Вот я клацаю, у меня не красится. Да, походу, нам придется вот этом в цвете молока кататься. Будем на молочной Вуду ездить. Ну ладно, окей. Потом, может, заедем в автосалон, перекрасим. Ну окей. Ну, это машина чисто на первое время. Потом, я думаю, мы ее продадим, купим что-то помощнее. Да, и потому что нам нужно еще, как бы, дом купить, чтобы складывать туда ларцы. Ну, я думаю, одного дома нам не хватит, чтобы сложить 100 тысяч ларцов. Напишите, кстати, в комментариях, сколько нужно домов, чтобы сложить 100 тысяч ларцов. Ну, это, смотрите, можно иметь, если купить премиум VIP, можно иметь 20 машин. У каждого есть багажник. Да, это сколько? Это сколько всего, блин, парни? Это можно иметь 5 домов. На них тоже можно складывать. И еще, ну, это очень много нам нужно прямо с вами имущества, чтобы складывать туда просто ларцы. Да, парни, походу, этот путь будет очень мощным. Я решил еще подзаработать денежек. Прибежал на ферму, купил у Эмилио разрешение на добычу ресурсов. А вот грабли этот старый пень мне не разрешил продать. Сказал, что, типа, можно только с пятого уровня. За скамила мамонтов. Так зачем ты мне продал разрешение, если работать можно только с пятого уровня? Что за бред? Что за бред, парни? Я расстроенный отправился опять на частную ферму свою любимую и начал опять здесь работать. Так, парни, заработал я 500 тысяч на этой ферме. И вот я увидел, что появились лидеры в сети и замы. Я прибежал на Респубалос и попросил инвайтика. И меня приняли сразу на восьмой уровень. Спасибки и, в принципе, неплохо. Я думаю, банда сейчас нам не помешает, хоть какая-то зпшка нам будет капать. После чего я взял мопедик на спавне и отправился в зомби-зону. И начал здесь работать. Проработал я довольно недолго. Где-то около 30 минуток. Потому что у меня просто вырубили свет. И где-то 4 часа я просто сидел без света. Ну что, парни, я зашел. Сейчас 5 часов. И давайте посмотрим, сколько осколочков я пособирал. Я пособирал 85 осколочков. Давайте их обменяем с вами. И посмотрим, сколько у нас будет уже ларцов в первой нашей серийке. Итого, парни, в первой серийке мы с вами апнули 21 ларец. 21 ларец. Но скажу сразу, что мы будем собирать не только хэллоуинские ларцы. Они уже закончатся скоро. Мы будем собирать разные ларцы. То есть 100 тысяч любых ларцов. Кроме ларцов секонд-хенда. Потому что секонд-хенда ларцы как-то очень просто. И они, ну, с них ничего такого интересного дропниться не может. Поэтому, парни, 100 тысяч любых ларцов, кроме секонд-хенда, мы должны с вами апнуть в этом пути. Ну, какая-то вот такая вот получилась серийечка. С вами был, как всегда, Шторм, парни. Пишите в комментариях, как вам данный путь. Продолжать ли мне его. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok